Веломочный посол России в Латвии Евгений Владимирович Лукьянов. Добрый день. Добрый. Мы действительно рады приветствовать вас. Спасибо. Мы с вами недавно познакомились. И, конечно, хотелось бы пообщаться, ответить на ряд тех или иных вопросов, которые, скажем, и газета сегодня задала, и радиослушатели задали, ну и те насущные вопросы, которые волнуют сегодня наших жителей, наших российских граждан, которые проживают здесь. И первый вопрос у нас, который есть. Как вы считаете, какое будущее нас ожидает, вот межгосударственные отношения Латвии и России, вот в этот санкционный период? Отношения, будем говорить, не самые благоприятные, не самые, скажем, мягко хорошие, да? И вот ваше чутье, что по этому поводу подсказывает? Будет ли нормализация отношений? Ну, если брать вашу последнюю формулировку, будет ли нормализация отношений, я однозначно отвечу, безусловно, будет. И это не дипломатическая формула, а просто логика жизни. Не могут отношения постоянно быть плохими и постоянно быть хорошими. То есть жизнь меняется, она вносит свои коррективы, она вносит свои новые события, новые обстоятельства, новые задачи, которые можно преодолевать в разнобой, в одиночку, можно преодолевать и создавать решения этих проблем вместе. Ну, и мне кажется, любой человек прекрасно понимает, что растопыренными пальцами вообще-то цели не достигаются, так и межгосударственные отношения. Если они конфронтационные, если они не солидарны, не как бы синхронизированы или некомпромиссны с взаимной выгодией, то тогда от таких отношений ждать чего-либо хорошего нельзя. А наши, скажем так, политические деятели идут как-то на встречу, на какие-то диалоги, не говоря уже о переговорах? Или так же по-прежнему настороженно, предвзято? Ну, знаете, настороженность – это качество очень неплохое, и в том числе и в переговорах. Дело в том, что у меня за время работы в вашей стране у меня сложилось такое представление, что очень мало людей, читателей, зрителей, слушателей, очень мало в действительности информировано о том, какие процессы в двухсторонних отношениях происходят. Дело в том, что отношения между Россией и Латвией, они не замерли, они не остановились, они существуют. Мы говорим о определенных аспектах этих отношений, которые, в частности, торгово-экономические, или политические, или иные, культурные, образовательные, межличностные, приграничные, они все имеют разную степень качества, если можно сказать. Ну, наиболее одиозное, наверное, для всех явление – это санкционный режим. Но, опять-таки, мы все должны понимать, Латвия не объявляла санкции России. И Россия не объявляла санкции Латвии. Это санкции другого уровня. Это санкции Европейского Союза в отношении Российской Федерации. И Латвия была под молотки просто. Ну, в определенном смысле, знаете, иногда можно оказаться в ненужном месте в ненужное время. Консолидированная позиция Латвии в этом смысле была неизбежна. Это внутренние обязательства внутри Европейского Союза, плюс еще обязательства внутри НАТО, которые еще более жесткие. Это все-таки военно-политический блок. Поэтому санкции были латвийским руководством поддержаны. Вопрос в другом. Кто больше платит за такую поддержку? И Латвия в этом смысле, это не трудно доказать, она платит больше, чем, допустим, основные страны Европейского Союза. Да, основные, естественно. И поэтому, знаете, как такая старая поговорка, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Вот в этом смысле Латвии многое не позволено. Нужно только соблюдать принятые решения в Брюсселе. Да, мы это знаем, да. Евгений Владимирович, а вот по поводу санкций еще, дополните, пожалуйста, такие вот разговоры ходят о том, что фактически транзит к 2020 году через порты Латвии фактически закончится. То есть или будут эти грузы минимизированы. Вот как Вы думаете, это реально или это так, страхи, пугания? Знаете, вот совсем недавно, наверное, тоже все читали об этой истории или слышали, было предложение от фирм, которые соучаствуют в реализации проекта «Северный поток-2» к руководству Венцвилдского морского порта. Был такой запрос, не согласны ли они разместить на своих территориях трубы, которые будут использоваться в дальнейшем для строительства этого «Северного потока-2». То есть это было такое предложение логистики. Коммерческое. Коммерческое, абсолютно. Бизнес-проект. За очень неплохую цену за 25 миллионов евро похороните наши трубы. Ну хорошо, плюс там еще 7 миллионов добавили бы с учетом реконструкции портовой инфраструктуры. Ну, в итоге решение было отрицательным. На уровне правительства. Не будем уточнять, на чьем уровень. В конечном итоге и администрация порта приняла такое решение. Остальное это уже такие лирические подробности. Вопрос в другом. Тут же сразу Ройтер, достаточно известная, авторитетная международная информационная корпорация, вбросила информацию. В ответ на отказ в размещении этого груза на территории порта Россия сокращает перевозки по железной дороге на 50%. Ну, это серьезная информация. Оказалось, что это фейк. Ничего Россия не сокращала, ничего мы не увязывали. Да и в общем-то в этой ситуации мы не могли это увязывать. Россия, да, один из акционеров, точнее Газпром, один из акционеров этого проекта. Но мы там не главные акционеры. Главные акционеры это западноевропейские, французские и иные фирмы Европейского Союза. Но эффект вот этой информации наверняка сработал. И вот в вашем вопросе отчасти подобного рода алармизм, такие панические акценты или вкрапления, они уже тоже присутствуют. Ну, во-первых, предполагать, что будет к 20-му году дело такое неблагодарное. Во-вторых, да, безусловно, не буду скрывать, это тоже всем известно, Россия имеет своей целью в обозримом будущем, не могу назвать вам дату, но эта дата достаточно близка, перевести максимальное количество грузов на обработку в свои порты. Что вполне нормально и вполне логично. Это наша экономика, это наши налоги, это наши грузы, это наши рабочие места и все остальное. Тут здесь все понятно. Но, понимаете, есть такие вещи, которые решением, декретом не достигаются. Есть партнерство какое-то, бизнес-партнерство. Нет, даже не это. Есть и договорная база, есть бизнес-партнерство, есть доверие между партнерами. Но есть еще другое, другая инстанция. И даже не это. Знаете, бизнес и дружба, это вещи разные. Тут в бизнесе никого не надо любить и не надо, собственно, дружить. Нужно иметь взаимную выгоду. Если она есть, значит бизнес есть. Если ее нет, ну тогда даже всеми криками о любви и верности делу не поправишь. Так вот, здесь есть другое обстоятельство. Оно такого, так сказать, высшего порядка. Это климат. Латвийские порты не замерзающие. И, следовательно, при всем желании, даже если мы там финский залив будем подогревать, вообще, так сказать, какими-то грелками, наши порты все равно будут замерзать. Следовательно. Ну, сейчас ледокольный состав очень, очень, вы знаете, это очень хорошо. Есть момент глубин, конечно, тоже. А цена вопроса. А конкурентоспособность товара, если его таким образом, да, как я уже сказал, нужно будет подогревать, да. Технически, наверное, это тоже возможно. Ну, какая копеечка-то будет? А какой ущерб экологии? Там же что у нас, в кастрюле, что ли, будет там финской этой лужи, маркизов? Ну, все просчитывается будет, да. Все считают. И грузовладельцы считают. И если груз, допустим, уголь из Кузбасса идет на экспорт из России, и зимой его не обработать в Усть-Луге, то грузовладелец направит этот груз в Рижский порт, там, в Лепайский порт, там, в Венспенский порт. Потому что там это реально. Более того, существует еще и другая реальность, которая определяет многие решения. Это стоимость обработки. Скорость обслуживания. И скорость доставки. Тарифы в Латвии более выгодные для грузовладельцев, чем в России. И по скорости загрузки. Ну, и это весь, все в комплексе. И поэтому говорить о том, что это все будет прекращено, ну, знаете, даже если так вот предположить, ну, вот сейчас, давайте предположим, что вот сейчас идет санкционная экономическая война против России. Это что значит, нас заблокируют, что ли? Ну, были такие попытки раньше. Ну, раньше это было еще во времена Наполеона. Он хотел блокировать Великобританию вообще. Ну, потом были попытки других, так сказать, гениальных людей, там, кого-то блокировать. Ну, это же разве реально? Ну, это нереально. Моя бабушка всегда говорила, вода, дырочку найдет. Глупо выставлять санкции, тема, у которых, как говорится, дровая печка. Ну, да, ну, да. Попробуй, если греться-то надо. Поэтому вопрос, наверное, формулировать надо не так. Если будет существовать доверие партнеров, уверенность в партнере, экономика этих отношений и ожидаемый доход, прибыль, отношения будут продолжены. Безусловно, политические отношения влияют на бизнес-отношения. И в последнее время политические инструменты зачастую становятся приоритетными для, так сказать, оказания воздействия на бизнес. Но тут уже все зависит от бизнеса. Если бизнес хочет выжить, он должен своим политикам кое-что объяснять. И кое-что доказывать. Да, пытаются объяснять. Пытаются. Это процесс непростой. Непростой, да. И его нельзя вот так вот, знаете, начать, а потом вдруг остановить, просто все достигнут. Нет, жизнь меняется. Дай бог, чтобы она менялась к лучшему. Она все равно будет меняться к лучшему. Я, например, по жизни... Не может быть в свое время плохо-плохо-плохо оптимиста. Да, вы тоже оптимисты. Да, будет плохо, будет плохо, будет плохо. Да, говорит, нет, обязательно будет плохо. Знаете, еще есть одна такая русская поговорка? Плохо само получится. Вот для того, чтобы было хорошо или лучше, для этого надо постараться. Да, это хорошо. Русские медленно запрягают, но быстро ездят. Ну да, это даже бисмарк опугало. Да, так что мы, как говорится, потихонечку запрягаем и смотрим, что делает внизу загнивающая Европа. Ну, не знаю, как она там загнивает. Вообще, я так понимаю, Латвия тоже в Европе. Особого запаха я не чувствую. Ну, запах-то нет, но есть уже вой, стон, да. То есть, вот, скажем, итальянские фермеры недавно вышли на сумасшедшую забастовку. Они посчитали от санкционной войны с Россией. Они потеряли только сельхозпроизводители 15 миллиардов евро. Да, потому что север Италии, как раз сельскохозяйственные просторы, угодья. Да, и этот климат способствует производить именно хорошие, качественные сельхозпродукты, которые в большинстве своем поставлялись именно в России. И сегодня это все, рынок закрыт, и многие из них просто обанкротились даже так. Вы знаете, это справедливый комментарий, но санкции – это обоюдоострое оружие. Мы также теряем от применения санкций в рамках России. Вопрос в другом. Что мы делаем для того, чтобы этот ущерб минимизировать, а может быть и купировать его полностью? Недавние подсчеты трехлетия, наверное, санкционного режима в отношении России и наших санкций в отношении европейских государств привели к следующим подсчетам, что это причем не наши данные, это данные несовершеннолетних аналитиков. Европа совокупно потеряла порядка 100 миллиардов долларов. То есть это упущенная выгода. Россия порядка 50. И это фактически один процент нашего ВВП. Это очень много. Да, у нас успешно развивается программа импортозамещения. И результаты абсолютно ощутимы. Я могу один пример только привести. За прошлый год доходы от экспорта вооружений были ниже, чем от экспорта сельхозпродукции из России. Это беспрецедентно. То есть зерновые были очень хорошие урожаи. В том числе. Поставки в арабские страны. Да. Ну не только в арабские страны, но вообще, так сказать, Россия за многие годы вновь вернулась в статус поставщика в мир. И то, что делала Россия 100 лет назад, то сейчас мы начинаем возобновлять. Это хороший признак. А другой отрицательный. Тут же сразу заметен на потребителе. Цены подразделены немножко. Сыр, молочная продукция, все остальное, то, что санкционно. Те же шпроты, если уж на то пошло. Они есть на нашем рынке. Они производятся. На наших предприятиях. Но закваски для этого сыра нужно закупать за рубежом. Оборудование для производства этих сырок, допустим, этих экзотических, всяких разных. Его тоже нужно покупать за рубежом. То есть это заемные средства. Это импорт вот этой вот необходимой для технологии, так сказать, компонентов. Техники. Это все сказывается на цене. То есть на себестоимости. Это временное явление, пока не запустится, не наладится. Знаете, временное явление, вот как говорят, временное правительство обычно самое постоянное. Так что эти временные явления уже три года. А потребитель, он спрашивает, почему сыр стоит столько, а качество его не такое, как мы помним. И этому тоже есть объяснение. Но люди должны понимать, что... Люди у нас как раз все понимают. И русский народ, он понимает гораздо больше, чем думает даже наше правительство. Это все так. Но это удар по потреблению. Это удар по качеству нашей жизни. И в этом смысле санкции, это вот, я сказал, такое острое оружие. Но сейчас уже многие правители европейских государств уже начали вовсю заявлять о том, что санкции пора отменять. Санкции пора отменять и Германия в том числе, и Франция, и Италия. То есть как вы сами оцениваете? Опять у нас есть хорошая поговорка. Обещать еще не значит жениться. Если их уж так достало, пускай отменяют. Не мы вводили, и не нам отменять. Но должен вам опять-таки сказать, что я смутно верю, что санкции будут отменены. В ближайшие перспективы. По поводу газовой... Трех, пяти, семи, может быть даже десяти лет. Это надолго. По поводу, скажем, газовой войны, которая сейчас идет, да? Но пока газовой войны нет, ее нужно начать и продвинуть. Хотя здесь опять-таки все просто. Вы знаете, это борьба за ресурсный рынок. Европа серьезный потребитель газа. В настоящее время практически две трети потребности Европы в газе обеспечивает Россия. Что нужно сделать? Нужно изъять Россию с этого рынка и заместить эти поставки. Сланцевым газом. Ну, в том числе, допустим, не только сланцевым. Могут быть и страны... Нармежский газ, да. Другие, где, допустим, сланца не будет, будет такой же газ. Но! Вопрос ведь цены. И здесь тоже, опять-таки, все достаточно. Готов ли потребители платить двойную цену? Ну, вы знаете, вот потребитель мерзнуть будет. О потребителе в данной ситуации очень, наверное, самая последняя мысль. Главное, чтобы реализовали. Реализовывать-то будут компании. Да они потом уже до потребителя доведут эту услугу в виде этого товара. Это экзакционерно. И в виде того тарифа, который будет. А дальше уже потребитель будет... Будут ли там посредники между ними, посредники поднимают цену, накручивают и прочее. Обязательно. Ну, это понятно. Ну, будем, как говорится, следить за развитием этой санкционной войны и войны. Вот здесь, я соглашусь с вами, здесь европейские страны, если они еще не утратили свой суверенитет окончательно, остатки должны какие-то быть, то тогда их позиция должна прозвучать. Но она уже вырывается, она уже звучит. Она звучит, она звучит. Потому что качество слабского газа в два раза, как говорится, хуже, по цене в два раза больше. Но, понимаете, я вот эту историю для себя абсолютно не профессионально, а так по-журналистски обозвал план Маршала номер два. Если вы помните план Маршала номер один, он всегда подавался в истории как помощь Соединенных Штатов разоренной войной Европе. В целях восстановления экономической, социальной и прочей. И в табычках, там, скобочек, маленькими боками за большие проценты. За очень большие доходы. Это был запуск и перезапуск американской промышленности в послевоенных условиях. И, конечно, от этого выигрывала и определенная часть Европы, безусловно. Но нынешний план Маршала-2, он служит той же целью. Американцам нужно перезапустить свою экономику. Создание рабочих мест, что обещал Дональд Трамп. Надо сказать, что он не просто обещал. Он уже выполнил эти обещания на миллион рабочих мест за полгода. Это серьезная динамика. Вопрос в другом. Удастся ли ему вернуть производство в Соединенные Штаты, которое станет выпускать конкурентоспособную продукцию, при той себестоимости, которая для американской продукции свойственна, с учетом цены рабочей силы. И вот как это будет сделать? Это очень интересно. Но он умно сказал о том, что каждое предприятие должно иметь индивидуальные налоги. Почему? Потому что такой же завод стоит в Южной Америке, в Мексике и так далее. Китайские производители. То есть и каждый производитель должен иметь свой налог, чтобы он был конкурентоспособным с тем заводом, который, как говорится, через границу. Я абсолютно согласен с этой логикой. Это такой сетевой график, который нужно наложить практически на всю планету. И ему, как предпринимателю, как бизнесмену, это гораздо ближе, чем те политические умения, которыми он пока еще не обладает, как глава государства. А как глава корпорации, я думаю, что он вполне компетен. Мы говорим о том, что он король без свитов, король без президента, без своего конгресса, без своих, как говорится, голосов. Ну, этот феномен, знаете, вот сейчас, наверное, преждевременно как-то анализировать и обсуждать маловато пока данных, но один тезис уже можно вычленить. Разделение властей в Америке нарушилось. То есть мы увидели истинную демократию американскую. Ну, знаете, насчет истинной демократии тут мы не будем, наверное, иронизировать. Истинной демократии в природе, наверное, не существует. Это та цель, к которой нужно стремиться, и никто не свободен от изъянов на этом пути. Но парадокс объединения позиций республиканцев и демократов... По ряду вопросов... По ряду вопросов принципиального характера. И это объединение идет против исполнительной власти. Вот это очень интересно или нет? Это нонсенс вообще. Это очень интересно. Да, такого никогда не было. Но политологам сейчас, так сказать, специалистам по архитектуре государства, по государственному праву, им нужно сейчас очень серьезно работать, чтобы понять, какие же результаты будут в этих трендах. Фактически, получается, что они одинаковые. То есть две партии, да? То есть у них нет практически разногласий по каким-то таким большим вопросам. А мы видим большую бюрократию на сегодняшний день, да? То есть мы видим, что прорваться, как и везде к бюджету его распилить, большое количество различных структур присосавшихся, как говорится, к Конгрессу, к Сенату и к бюджету. То есть и когда Трамп пришел, увидел это, он в его волосы дыбом, ну что сказать, стали. Ну, значит, тут, может быть, все это и так очень сложно обобщать и даже комментировать. Конечно, любой бюджет – это всегда Эльдорадо. Возможность его формирования, распределения, перераспределения, так сказать, и каких-то иных апроприаций – это, безусловно, серьезный и ответственный процесс, который может быть еще и очень выгодным. Это, безусловно, так. Но вы говорите о различиях республиканцев и демократов. Я вынужден здесь прибегнуть к тем знаниям, которые я получил в Советском Союзе, в Советском университете. Мы никогда не видели большой разницы между этими двумя партиями. Причем, надо же говорить о том, что в США существует и много других партий, которые участвуют в электоральном процессе и прочее. Вопрос в том, какой у них электоральный процесс, так сказать. Даже прямых выборов нет. Страна колыбель демократии. Ну, это, ладно, бог с ним. Но они впервые столкнулись с ситуацией, когда вот эта модель, она не то, что не сработала, она сработала не так, как все ожидали. И впервые, наверное, может быть, со времен Франклина Долано Рузвельта возникла ситуация, когда вот именно голос одноэтажной Америки определил итог политической борьбы. Это рабочие Питтсбурга отдали свои голоса за Траппа, а не лощеные бизнесмены и чиновники Вашингтона или там Уолл-стрита, так сказать. И вот в этом очень интересная кроется такая фишка, если извините за термин. Это требует особого осознания, анализа и, безусловно, это очень интересно. Однако, дело это в другом еще, ведь Соединенные Штаты это крупнейшая, сильнейшая и экономически, и в военном смысле держава, которая претендует на сохранение глобального лидерства. И одна из причин вот этой всей турбулентности в их внутриполитической борьбе как раз связана именно с тем, что это лидерство утрачивается. И это очень страшно для правящих элит вне зависимости, демократических, республиканских, транснациональных или каких угодно. Это привычное положение за последние минимум четверть века. И вдруг что-то не зарабатывает. Он пришел с новой концепцией, да, то есть он пришел с концепцией созидателя, да, то есть он говорит, хватит растаскивать, давайте будем зарабатывать, да. То есть американцы должны жить лучше, мы создаем рабочие места. То есть он пришел с новой концепцией, да, то есть остальные-то сидели, растаскивали, да. Ну, значит, ну, трудно, я не могу согласиться с этим глаголом. Тут, мне кажется, проблема несколько в ином. Предшествующая недавняя администрация, ну, по крайней мере, администрация Обама в двух сроках продемонстрировала свою абсолютно солидарную поддержку процессом глобализации. И это объективный процесс, который происходит в мире. Трамп в определенном смысле, провозгласив Америка прежде всего, ну, аналогии с таким лозунгом у нас в истории тоже сразу зазвучали, но подождем, посмотрим, что из этого выйдет. То есть получается, получается формально, он стал противиться глобализационным процессам, он стал противиться размещению производительных сил и капитала в тех регионах, где возникает возможность получения меньшей себестоимости товара, то есть повышения его конкурентоспособности на мировых рынках. А кто в этом заинтересован? Да, естественно, заинтересован. Транснациональные корпорации, это и реальная власть в мире, это они владеют миром как таковым. Правительство в большинстве стран это исполнители этих ожиданий, а все идет вокруг ресурса. Где есть ресурс, туда придет капитал. Но если капитал не удовлетворен, как бы, качеством реализации этого ресурса, тогда вмешиваются и правительство, и армии, и спецслужбы, и там все что угодно. Тогда идут санкции, тогда идут какие-то дипломатические давления или военно-политические попытки решения этих вопросов. А здесь что получается? Трамп против транснациональных корпораций. Да, так и получается. Я не могу в это поверить. Он сам транснациональный корпораций. Но он говорит, как, тот же Рекс Тиллерсон говорит, ребята, давайте будем зарабатывать, не будем отнимать. Мы не собираемся создавать новых колоний. Мы готовы осваивать Арктику, давайте договариваться, давайте 20% мы составим, как говорится, свою технологию, свои ресурсы, рынок Европы, давайте будем торговать. А Конгресс говорит, нет, санкции, санкции мы будем отнимать, будем создавать новую колонию. Отняли Прибалтику, будем говорить так, отняли Украину, Грузию и прочее. То есть какие процессы там. За все это надо платить. За это надо платить. Платить. Это смешные деньги за Украину. 6 миллиардов они потратили, а получили, что замен сейчас идет. Ну, я не знаю, что они получили. Мы получили Крым. И это очень хороший подарок за 5 миллиардов долларов, но очень признательно. Спасибо им большое. Да, прекрасный результат американской политики. Мы можем ездить туда, отдыхать, загорать, купаться. Ну, и кроме того, там не пролилось ни одной капли крови. Ни одного выстрела, да. Был один. Если быть объективным, то был один. Украинский часовой, стоящий на посту в украинской воинской части, застрелил одного подвыпившего крымчанина, который зашел в зону его ответственности. И не выполнял его указания. Вот этот человек был убит. Но это абсолютно по закону. Вторая смерть, если так вот, конечно, я не обобщаю, но вторая смерть, которая была в момент событий в Крыму, это человек, который умер от инфаркта в толпе, к нему не успели пробраться врачи. И он... В толпе, в давке, у него был сердечный приступ. Вот это, как говорится, такие вот две жертвы совершенно очевидны. А так, слава богу, там все обошлось. Да, ну и поздравляем то, что, еще раз, то, что Крым стал российским. Да, он вернулся. Вернулся, да, обратно. У меня там родственники живут, именно в Севастополе. Я там неоднократно, как говорится, бывал и собираюсь. Конечно, сейчас нет определенной санкции со стороны руководства. Там еще все очень непросто. Там очень много работы, очень много нужно сделать. Ведь в определенном смысле, вот, я не был там недавним, в прошлом. Я был там где-то в начале 2000-х годов. И тогда обратил внимание на то, что это такой, как бы, заказник Советского Союза. Ну, вот как было все там, так и осталось. Да, вот как будто вчера выехали, вот приехали. Единственное, там мешало, что... Да, заброшено все немножко так, неухожено. Вот, но ощущение такое, вот, что Советский Союз. Там, допустим, до анекдота доходят такие вещи, когда людям торговой сети, налоговики говорят, что надо установить кассовые аппараты. Они говорят, а зачем? Это же мой товар, я его продаю. Какие идут кассовые аппараты? Они говорят, а налог-то? Какой налог? Это же я помидоры вырастил, вот я их и продаю. А ты покупай, и все, иди отсюда. Да при чем здесь кто-то? То есть, вот эти рудименты такого достаточно архаического создания. Кстати, сейчас мост уже, главную опору будут ставить. Да, сейчас будут перекрывать навигацию по центральной части этой конструкции, с тем, чтобы установить арки и... Где проход... Да, да, там будут проходить и корабли, и суда. То есть, там позволяет любому-то ножу пройти под этими конструкциями. И главное, чтобы глубины ладых в организме... Позволяла, да. Ну, время идет очень быстро. У нас еще есть вопросы по нашим соотечественникам. То есть, есть такие, как говорится, вопросы об упрощении и получении гражданства России. То есть, карты соотечественника и возможности переезда в Российскую Федерацию. То есть я знаю, что уже не один мой знакомый переехал уже жить, скажем, в Калининградскую область. Ну и, конечно, визовый режим тоже хотелось бы, чтобы он был несколько упрощенный. Вот у меня мечта такая есть, если у тебя есть даже паспорт гражданина Латвии, и там написано, что ты русский, то ты можешь проехать, скажем так, на территорию России без визы, к примеру. То есть англичане молодцы, они очень схитрили, когда так называемая получилась независимость Латвии, они первыми приняли решение безвизового режима с Прибалтикой. То есть я приезжаю в Лондон и спокойно прохожу, мне ставят печать, что я месяц могу находиться без визы. Потом я приехал второй раз, мне поставились там три месяца. И потом приехал третий раз, мне уже полгода поставили. Думаю, в какой же раз мне надо приехать, чтобы они мне вообще сказали, можешь жить здесь окончательно. То есть вы как-то поверили в такую благотворительность британского Лёвы? Я не поверил, я четко, ясно съездил, посмотрел, все это увидел. И думаю, если границы у нашей откроются с Европейским Союзом, наша промышленность вся будет полностью уничтожена. Это было ясно, как 2G24. Это, похоже, уже произошло. Но это было в 92-м году, когда... То есть промышленности в этой стране я не вижу. Но вы не присматривались, наверное, на тщательные. Может, тщительнее. Не зенька, не зенька. Не зенька, только не зенька. Так вот, вы говорите там, вы мечтаете о том времени, когда, допустим, надпись, что вы, русский, позволяет вам открыть границу с Россией без визы. Я ставлю этот вопрос для себя, например, шире, когда вообще визовый режим будет упразднен. И мы, кстати, как Российская Федерация, уже не один десяток лет ведем разговоры с тем же Европейским Союзом о том, чтобы такое решение было принято о безвизовом, взаимном безвизовом режиме для граждан стран Европейского Союза и для граждан Российской Федерации. Ну, ВОЗ и ныне там. В силу разных причин, безусловно, они всегда могут быть найдены. А то, что вы так желательны в Британии, то где еще в Европе, ну, можно найти еще, конечно, пару-тройку стран, более дешевая рабочая сила, чем в Латвии. Пойдите. Ну, Молдавия. Молдавия, но тут я ничего не хочу сказать. Специфика молдавского опыта в основном аграрная. А у Латышей есть опыт и производственный, и аграрный, и образовательный ценз другой. Так что ваши кандидаты ценнее. И спектр их применения пошире. И молодежь, она... Не говоря уже о том, что Молдаванам в Англию ехать далековато, а не в Румынию. И в Россию. Ну, там тоже все очень просто. Так же, как и украинцы, кстати. По разным данным у нас в качестве гастарбайтеров находятся от 3 до 5 миллионов граждан Украины. А они собираются там что-то грозятся, визы какие-то вводить, там еще какие-то ограничения для российских граждан. Что они делают? Вот где? Понимаете, когда... Это мы скоро можем узнать, потому что... Ну, они к вам поедут. Миша Саакашвили уже в Литву приехал, да? То есть его лишили гражданства. Нет, он вроде бы в Польше. Нет, он был в Польше. Сейчас он переехал... Я не слежу за его перемещение. На поклон приехал уже к Дали Грибовскайте. Но она его не выдаст. Значит, но... Она его не выдаст. Но мы планируем, что он все-таки приедет к нам, да? То есть мы вам такое предсказание сделали, да? Что все-таки тут большая грузинская диаспора в Латвии, да? То есть в Литве поменьше, а здесь гораздо больше. Так что вот мы уже готовим цветы... Нет, вы знаете, как раньше говорили, цирк-то уехал, клоуны остались. Так что если у него турне по, так сказать, странам с наиболее благоприятным для него режимом, ну, дай Бог успеха. Но не успел он погостить, так как уже грузинское правительство запросило его о выдаче. Так он же уголовник. Значит, ну, запросило Польшу. И поэтому он из Польши убежал, да. То есть мы знаем, кто начал войну. Это вчера было, вот, 9 лет назад. 9 лет назад Сахашвили устроил эту авантюру. Причем это надо обладать, конечно, способностью человека, который любит сживать свои галстуки, чтобы пойти на таком. Но он просто не думал наверняка, что мы встанем на защиту этих людей. Они бы просто всех там вырезали. А я вот удивляюсь, почему российские танки остановились за 60 километров до... До Тбилиси? Да. Ну, знаете, никто не ставил такой задачи войти в Тбилиси, там, захватить эту страну, ее оккупировать, там, или, я не знаю, освободить, как угодно назовите. Мы провели ответную операцию, которая была достаточно эффективна, и продемонстрировали свою готовность помогать своим союзникам. Вот и все. Ну, зачем нам в Тбилиси? Ну, так, на всякий случай. Да, ну, знаете... После венца попить, там, как говорится, заодно поменять реакционное правительство. Он же сместил тогда Эдва Тбилиси. Да это не наше дело. Ну, это не царское дело в этом ковыряться, менять там какие-то правительства. Пускай они сами. Страна демократическая, пускай сами занимаются этим. Ну, так народ-то плачет, яблоки продавать некуда, бандарины продавать некуда, вино вести некуда, это санкции, боржоми... Вы знаете, я, конечно, скажу, может быть, очень резко, но каждый народ достоин своего правительства. Это не я придумал. Да, это отдельная тема для... Отдельная. Давайте вернемся к соотечественникам и в вашем вопросе три под вопросом. Значит, возможности упрощения получения гражданства Российской Федерации. Ну, сразу хочу оговориться, что то, что я сейчас буду вам, и не скрываю этого, зачитывать, будет звучать очень нудно и казенно. Потому что я буду цитировать законы, инструкции, подинструкции, все остальное. А может быть, вы оставите это? Я сам потом в следующей передаче дарю. Я обязательно вам это оставлю, и это будет тогда понятно. Хочу сказать просто общее следующее. Вот эти вот разделы, мы специально их все выписали, что возможности упрощения получения гражданства, они существуют. Карты соотечественника пока в юридическом виду нет, она еще разрабатывается, и пока она не одобрена. И возможности переезда существуют в рамках государственной программы о переселении в Российскую Федерацию. Все эти сведения есть на сайте представительства Министерства внутренних дел Российской Федерации при нашем посольстве. Поэтому желающие прочитать это все, запросить и получить ответ, и консультацию могут это сделать. Но я понимаю, что не все слушатели, может быть, так дружат с интернетом, имейлами и другими способами связи, но тем не менее такая информация на нашем сайте имеется. А это вот я вам все отдам для того, чтобы вы могли это все разъяснить. И про разрешение на временное пребывание, и про все вот эти вещи с трудоустройством, получение трудового патента, регистрации на территории России. У нас есть Эйнар Грауденш, и вот он четко ясно по этим вопросам, он любитель, как говорится, разъяснить, рассказать. Так что мы его попросим, он это дело, как говорится, озвучит в полном объеме. А то, что у нас происходит в Прибалтике, как вам это? Вот это я вам отдам. Спасибо, да. Это мы озвучим в отдельном порядке. То, что происходит у нас, скажем так, в Прибалтике. То есть, ну, 16-го числа марта у нас традиционно ходят бывшие легионеры, значит, или легионеры СС, их потомки. То есть, гирилизация времен вот этого фашистского, как говорится, режима, который у нас был в 1941-1944 год. И возможности, значит, дипломатического воздействия на эти, скажем так, действия. Ну, например, памятник в Лудзе там снесли, да, то есть в Бауске там установили памятник, скажем так, фашистов, как говорится, элементам. Ну, и фальсификация истории, которая, в общем-то, происходит, да, то есть часто бывают вот такие эти моменты. Ну, я уже не говорю про Польшу, что сейчас происходит, да, вот, но это... Но про Польшу мы говорить не будем. Мы не будем вообще, да. Ну, я так, как говорится, коснулся. Еще польская низгенела пуки межиена. Так что мы им всегда напомним пуки межиена. Пока мы живем, мы не забудем. Это как раз польская мова рядом стоит здесь, да. Ну, бывают такие вот и повторяются такие моменты по сносу памятников, да, то есть по, скажем так, осквернению памятников, да, и вот такие вот моменты. То есть хотелось бы, чтобы посольство, оно немножко, скажем так, реагировало на такие вот моменты. И я помню, когда в Лудзе вот этот осквернили памятник там, да, и, значит, морякам, значит, и мы обращались вот в посольство. Не знаю, при вас это было еще? Нет, это не при вас. Это, да, это... И мы, как говорится, можно сказать, неоднократно, как говорится, говорили о том, что вот-вот снесли памятник, да, а никакой реакции, скажем так, ни МИДа, ни... Ну, и такая была, как говорится, реакция, но несколько запоздала, но она была, в общем. Ну, что, во-первых, знаете, вот вы так вот и вопрос задали, вы такую краткую лекцию озвучили. Я же доктор педагогических наук. А я доктор политических наук, поэтому я вас не осуждаю. А я самоучка. Ну, я тоже в определенном смысле самоучка, потому что я доктор политических наук, а норрис кауза. Вот, я не защищал докторской диссертации, мне просто присвоили это почетное звание. Значит, опять-таки, вот из вашей мини-речи, спича такого, так сказать, я вычленю сразу несколько обстоятельств, которые, на мой взгляд, принципиальны. Ну, прежде всего, всяким попыткам героизации, возрождения, поддержки фашистской идеологии и фашистских фашистов, мы препятствовали, сопротивлялись самым активным образом, что доказал итог Второй мировой войны. Это уж конкретнее не бывает. То, что Нюрбенский приговор действует и никем не отменен, это тоже юридический и политический факт. То, что попытки ревизии истории, в том числе Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, были, есть и будут, это тоже определенный вот такой факт, который нужно учитывать. И эти попытки основаны на очень простом, на мой взгляд, человеческом обстоятельстве. Вот мой отец, солдат-победитель, я горжусь этим. И у меня два деда тоже прошли всего на столе. И у нас нет сомнений в том, что ими можно гордиться. Да, мы это и делаем. А вот у кого-то дед или прадед, и звав НСС, доброволец, ну как ему гордиться-то этим? Наверное, сложненько. Значит, нужно что-то подлокировать? Что-то, может быть, немножко так отмазать? Я вот тут недавно был в музее Варшавского Рижского гетто по поручению министра обороны Российской Федерации генералу Шойгу. Я вручил подписанное им благодарственное письмо Равину Баркану, который является и основателем, и попечителем, и административным руководителем этого мемориала. И вот всякий раз, я не первый раз там уже бываю и буду бывать и дальше, всякий раз, когда ты туда заходишь, там вроде бы нет никакого забора, нет никакой ограды. Туда входишь, там холодно становится. Просто холодно.